да я помню как сейчас отель гостиница украина кресло мы сидим с владимиром семянским большие волны против меня вдруг появляется дальше с еленой художницей сразу уступил место даша плюкнулась на место володи я не уступил я не успел или но уронила ключи подняла их уронила еще раз и вот эти два падения посмотрел обычно девочка маленькая улыбается ну как-то сердце так вы знаете так раз здесь вздохнула и как бы вот дело сделать такую засечку на всякий случай шоу пример там несколько дней и люди выпивали был день рождения нашего друга или сына его и на самом деле нас связала вино и ночь крымские сезоны с невской палитры в гостях у александра вотмыша и дашей рыбиной смотрим готовы не британская оранжевая мой любимый цвет даже сорвал себя парик выпущу глаза все очень талантливо получается делать причем быстро и ты еще объясняешь у тебя вот сразу вот это просто же как сказать это и тюр такой быстрый был это из мысли это историк фильма в общем а крае на омска там дачки были советские это где-то 71 год 70 1900 сдавали детей дня на два-три такие там были бревенчатые домики лес тихий час дети спят такие кроватки вдруг стал очень комфортно потому что маленькие дети там без родителей там конечно истерики и страдания вдруг комфорт такой какая все заснули такой свет из окна такой луч света с пылинками вот залетает такая белая самая простая бабочка такой мотылек я так смотрю и как-то вот начинает это вот здесь все успокаиваются очень-очень такая сила спокойствия вот я это запомнил ну а дальше пошла жизнь и вот вот это вот сила спокойствия ревибрация со вселенной это можно там поэтизировать как угодно она вот приходит и ты вспоминаешь вот этот момент возвращение туда когда ты был маленький первый раз познал вот это состояние это даже объяснять не смысла просто вот есть такое состояние и она меня вдохновляет и настаивает друзья внезапные спутники по жизни которые вот даже вот встретились разошлись они меня вдохновляли всегда люди скорее всего дети которые были или моими ровесниками или чуть постарше меня и эти все дети они рисовали очень круто не рисовали в тетрадках и вот очень сильно не помню как зовут толик кост такой славный малым был лет на пять старше я был в больнице какой-то и он очень здорово рисовал в тетрадке крестоносцев там ковбойцев это все очень то есть с одной линии все я тоже пытался подорожать он меня называл художником такой так с иронией художник потом я пришел с армии мы с ней пересекли где-то в троллейбусе высокий такой блондин очень очень уверенный такой симпатичный мужчина вот уже вот он меня сильно вдохновил и эпизоды товарищи что-то подсказывали скорее всего не материал а люди которые вот что-то легко и интересно делали я смотрел и хотел так же в общем люди которые вдохновляют образование жизнь который ты ловируешь и на самом деле пытаешься не пытаешься видеть какой-то позитив радость приключение путешествия встреча с интересными людьми которые которым вы притягиваетесь потому что разные были люди по жизни разных встречал абсолютно разных уровней и так далее и все не напрасно просто понимаешь оцениваешь что зачем почему они такие почему ты такой и это все тоже питает твою историю творческую просто я наверно люблю историю не наверное просто я люблю истории разные все состоит из истории наша жизнь и потом кино мультики и литература стихи и так далее театр истории которые цепляют или простые или образ истории или намек на историю который ты потом уже додумываешь ну вот картинка там название ты уже способен погружаешься туда ныряешь в лист и уже у тебя пошла свои истории от как бы от от фразы бабушка зовет внука домой потому что ты тут и там картинка домика не знаю как дети прыгают через рычеек неважно что ну вот это вот мое абсолютно такое чистое переживание в творчестве история мы на самом деле кайфуем от четкости быта поэтому тут нет никакого такого вопроса мы любим чтоб дома было вкусный порядок поэтому каждый по возможности следить за этим у нас еще появился человек который отвечает за беспорядок это чтобы были сильнее да 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 время конечно разные когда мы учились и сейчас как бы это уже совсем другое сейчас время выставок конечно я помню свою первую выставку она была в севастополе и в музее в художественном это как раз тот случай когда были цветы и платья вот такие вот интервью ну с тех пор много чего изменилось ну вот первое что я помню я любила рисовать на стенах и мама рассказывала что везде где доставала я все из рисовала собственно так как я потом стала художником монументалистом это было вполне логично то есть корни идут оттуда и вам даже рассказывала что они заклеили ватманом везде по-моему маленький детский рост вот такие вот были истории это не самое страшное что я делала да ну как бы я помню еще такой странный был нет может про краски или нет маме подарили заграничные тени и пока она была на работе я слышала все цвета вот это было посередине чем обоидах но тоже никто не ругался ну как бы так сложный цвет тяга оттуда мир разрушительной силы мир бесконечной любви демоны лезут на вилы ангелы пляшут в крови но ты всех выше и чище ты как небесный цветок каждый из нас тебя ищет вот только сорвать вряд ли смог я училась в художественной школе у нас были такие краски таблетки и нам все время говорили все равно чем как бы главное как ты это делаешь а потом мне из питера привезли большую палетку санкт-петербург так и было да я так вот стою думаю вообще это было очень клево да ты видишь что там был цвет и такая была акварель ну после этого собственно я не помню таких ярких впечатлений как бы уже был вопрос как а не чем но тогда я первый раз поняла что есть разница в материалах да я могу сказать что город вообще-то интересный горловка это большой город это индустриальный город там есть своя специфика то есть это не про лес и деревья это такое такая индустриальная эстетика ну это клево на самом деле и это проявляется в моем творчестве папа меня водил на завод у меня родители инженеры мне это очень нравилось то есть как бы такая суровая архитектура в ней есть много чего красивого то есть сейчас когда мы мир уже посмотрели конечно есть чем сравнивать но в этом есть определенная такая искра жизни ты любое место в котором ты был она оставляет в тебе отпечаток то есть в принципе у меня все творчество разное это как я люблю писать с натуры сейчас я живу здесь и это тоже на меня очень сильно влияет в большей степени вообще все влияет очень модно ругать академию потому что сейчас мы все любим современное искусство но все-таки эта школа это азбука который дает тебе возможность это инструмент а как бы твое уже дело учиться им пользоваться несомненно вообще когда ты живешь с человеком на тебя он влияет как человек как художник я не знаю влияет ли на меня саша мне кажется как художник саша на меня не влияет но как человек он на меня повлиял на мое творчество как человек абсолютно точно то есть как бы мне как художнику академическую определенный момент зажатому очень повезло встретить такого пофигиста я бы сказала художника как бы и это меня с одной стороны расслабило немножко в моем творчестве да расслабило я пускала расслабило в правильном смысле слова мне кажется это слово даже надо объяснить да вот эти как раз тиски какой-то заученности они ушли но это не только как бы благодаря саше тут целая хорошая компания была но есть да новые люди когда ты как бы выходишь из старой оболочки и видишь может так тоже можно было потому что сейчас есть возможности художники вылезают из мастерских на их встречаем и в путешествиях и и надо вылезать из мастерских и может быть даже кому-то туда и не нужно приходить это вот даша ну я когда выезжаешь уже отлично мне вы мне как бы вы мне так хорошо мне хорошо с собой и слава богу что она говорит поехали она мне тормашет поехали поехали и уже любое место скажем на планете а вообще так мощно и тебе становится очень очень прикольно город тебя впускает или остров и уже не хочется уезжать с ним сравнился и кайфа кажется вот еще год-два могу тут побыть это как батарейка ты возвращаешься после каждого путешествия вот раньше были такие шоры и они открываются 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 и и это не остановить как бы если сидишь дома ты мне кажется больше ничего не видишь потому что везде так все по-разному и никогда больше я не скажу фразу мне все понятно я все знаю такое это невозможно нужно всем делиться город люди музыка воздух новых мест какие-то встречи приключения трэш даже бывает несчастного тоже нужно чтобы конечно все это вдохновляет но и здесь единственное нужно только не специально как-то вот чтоб ты впустил вместо себя и чтобы она тебя тоже заходи вы были в париже первый день не пускал а второй день заходи ты мне нравишься и мы так зашли и город удивительный да сам само слово творчество она же как-то множество техника действительно научиться рисовать будучи усидчивым человеком несложно там есть свои эффекты как раз с помощью мастер-классов сейчас это очень модно люди ловят эффектик преподавателя и пожалуйста как бы делают почти то же самое но нет там нету как раз этого творчества вот как бы сам момент чуда этому не научишь невская палитра для меня это музыка это погода внутри меня я выдавливаю эти красочки солнечно серый дождь зелень весна потом замешиваю начинается начинается буря этюды в горах солнечные зайчики нервская палитра это и тихая музыка и спокойная потом немножко рок-н-ролла а потом танец как пойдет